МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблема разрушающихся деревянных домов-памятников в Иркутске получила на неделе новый виток развития. В городе снесли одно из подобных зданий. Спор о том, что делать с такими объектами в современных реалиях, ведется в столице региона уже давно. Некоторые горожане и вовсе призывают перенести все памятники в другое место. Остальные снести, а на их месте строить новые социальные и жилые объекты. Реально ли найти баланс между развитием города и сохранением культурных объектов, разбиралась Дарья Эйвазова. Обломки деревянного кружева и окно – это все, что осталось от доходного дома Шаламовой в Иркутске. Дом-памятник на Байкальской был построен еще в 1900 году. И в целом сохранился довольно неплохо. Только вот в августе этого года после экспертиз он потерял статус выявленного объекта культурного наследия. А на днях дом снесли. Но заметившие это волонтеры сумели договориться с рабочими и спасти хотя бы отдельные части дома. Пошли нам навстречу и разрешили нам спасти элементы кое-какие. Даже карниз экскаватором пододвинули к нам. И мы попросили у рядом соседей. Нам принесли топор. Ну, было на это все, конечно, больно смотреть. Ну, это был, наверное, час-два. Ну, стало там темнеть. Ну, в общем, я считаю, мы успели хоть что-то. И это очень важно. Очень здорово. Хотя для истории Иркутска, возможно, лучше было бы сохранить дом целиком. Тем более, что на этапе экспертизы предлагались разные варианты дальнейшей судьбы памятника. По данным общественников, иркутские эксперты выступали за сохранение объекта. И даже предложили своего рода компромиссное решение. Перенести дом-памятник на улицу Комунаров. И тем самым восполнить утраченную историческую среду в районе Крестово-Сдвиженской церкви. Правда, есть нюанс. По закону переносить дома-памятники нельзя. А вот другие деревянные дома, даже если они являются частью исторической среды, можно. И некоторые жители Иркутска и даже чиновники периодически предлагают снести все, что не является памятниками. А сами памятники увезти, к примеру, в архитектурно-этнографический музей Тольцы. Однако культурологи уверены, это нанесет непоправимый вред Иркутску. Ведь здесь самое большое число деревянных памятников России. Другое дело, что можно было бы внести поправки в закон и сохранять отдельные исторические кварталы в самом центре Иркутска и туда же переносить памятники, которые оказались под угрозой. Если объект попадает в нарушенную историческую среду, если ему на этом месте угрожает уничтожение, значит, если есть возможность переноса в аналогичную историческую среду, то почему это не оформить переносом, но при одном условии, что земельный участок, откуда будет перенесен объект, будет передан будущему собственнику только после того, как объект культурного наследия будет перенесен и полностью восстановлен. Это было бы своего рода защитой от недобросовестных застройщиков или самих жильцов, которые намеренно поджигают дома ради земли. В спасенных домах можно было бы организовывать кафе, музеи и даже офисы, а на освобожденных участках строить другие объекты. Так что компромиссы для развития города и сохранения зодчества найти реально. Другой вопрос – будут ли искать? Дарья Ивазова, Павел Рютин, Андрей Назаров. Новости по будням. Автопробег «Открываем дальний» стартовал из нашей республики. Блогерам и журналистам придется познакомиться со всем Дальним Востоком за 15 дней. Какие цели ставит необычная экспедиция – в материале далее. Доехать от Улан-Удэ до Владивостока. Такую цель поставили участники автопробега «Открываем дальний». В путешествие отправились блогеры и журналисты федерального СМИ. В течение 15 дней они посетят ключевые предприятия, знаковые места и туристические достопримечательности. Гости уже побывали на Байкале. Очень классно, что мы вчера покупались, мы попарились и покупались. Мы ездили в настоящую тайгу на водной такой штуке, забыла, как называется, с пропеллером. Вот, на аэролодке. Тоже очень понравилось. То есть это прям настоящее приключение было просто добраться до какой-то локации. Инициировали такое приключение корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и издательский дом «Комсомольская правда» при поддержке Минвосток развития России. Цель, которую ставят организаторы – показать всем жителям страны от лица обычных людей красоты достижения округа за последние годы. Мы заехали в Бурятию, сразу же показали наш первый туристический проект в Торбурятия – это мыс Капитанов в поселке Выдрино. Дальше у нас по маршруту следования еще будет ряд наших резидентов. Это промышленность, медицина. Мы показываем, насколько шагнула вперед Бурятия, вступив в Дальневосточный федеральный округ. Мы ожидаем, что этот автопробег даст информацию нашим потенциальным гостям, которые готовы посетить Байкал, республику Бурятия, но в чем-то сомневаются. По итогам этой поездки наши журналисты, которые едут в этом автопробеге, подробно все распишут, расскажут, и эти стереотипы будут сняты. Путешествие у экспедиции, можно сказать, только началось. Впереди Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский и Приморские края. Отмечу, что итогом станут публикации в СМИ и на страницах блогеров о развитии регионов Дальнего Востока, а также перспективах для жизни, учебы и работы. Базыра Юшеев, Восточный Альянс, Бурятия. Русский театр открывает новый 133-й театральный сезон. Он начнется примерой «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» по повести де Бомарше. Как рассказал директор и художественный руководитель Русского театра Александр Лобанов, предстоящий театральный сезон обещает быть необычным как по выбору материала, так и по обилию гастролей. Подробности знает Марферина Алексеева. Старейший театр Дальнего Востока традиционно первым в Якутии открывает новый театральный сезон. Со зрителями после летнего перерыва артисты встретятся уже 1 и 2 сентября. На показе премьерного спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» по пьесе «Бомарше» в постановке режиссера Бориса Ярыша. Возьми блестящая мысль, выйдет в старую зону правительницы за этого негодяя, участвовавшая в похищении моей невесты. Интересная программа также ждет и жителей Мирного. На гастролях коллектив Русского театра представит зрителям такие спектакли, как «Капитанская дочка», «Слишком женатый такси» с часы с кукушкой. Ну а для маленьких зрителей труппа подготовила один из самых красочных детских спектаклей «Кентервильское привидение». В свою очередь труппа Мирненского театра впервые приедет в Якутск. Жителям столицы они покажут 6 постановок. Три спектакля для детей – «Дюймовочка», «Теремок» и «Колобок». Для самых маленьких наших зрителей будут очень интересны добрые сказки. Ну и для взрослых это у нас «Островский» премьера была в прошлом году, то есть в прошлом сезоне. Это «На бойком месте». Очень интересная постановка в жанре такого вестерна поставлена. Второй – это «Обломов». И завершающий спектакль – это «Ты, мое воскресенье» по повести Бориса Васильева «Пятница». Уже с середины сентября на сцене Русского театра пройдут гастроли Нерингринского театра «Кукол». Нерингринцы привезут спектакли как для детей, так и для взрослых. А в конце месяца свои самые популярные спектакли покажет Амурский областной театр драмы. Все-таки мы хотим не упускать возможность поставить Островского в его юбилейный год. К сожалению, не совсем то, что хотелось бы, но это из ряда событий и моментов, которые, к сожалению, имеют место быть. У нас будет замена материала, и мы будем ставить спектакль по пейсе «Женей Бабальзаминова». Также будет 11-летие Кира Булучева поставлена сказка. Мы ее как раз где-то в декабре, получается, должны будем сдать, к новогодним праздникам. По мотивам приключения Алисы Селезневой «Тайна третьей планеты». Сценировка уже готова. Мы будем работать с главным режиссером театра «Кукол» Ниренга. Это Иванов Александр Сергеевич. В этом сезоне на сцену снова вернется живая музыка. Зрители смогут услышать солисты и музыкантов произведения «Очи черные». Также после гастролей начнется набор в театральную студию при театре, после которой ребята смогут поступить в Щукинское театральное училище. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Подготовка школ к 1 сентября – одна из важнейших тем на данный момент. Уже на этой неделе образовательные учреждения республики откроют свои двери, в том числе тех, где сделали капитальный ремонт. Столичная школа номер 10 почти готова принять детей. Подробности узнала моя коллега Алтана Кононова. Татьяна Рудченко работает в школе уже более 30 лет. За это время она успела выпустить не один класс. Она всей душой переживает за родную 10-ю школу. Так, по ее словам, впервые за все время работы образовательного учреждения произошел капитальный ремонт. Помимо этого была обновлена учебная база и закуплена новая мебель. Это не просто ремонт помещений или здания и красивый декор. Это, прежде всего, созданы комфортные условия для обучения и воспитания школьников, для развития их интересов, а также для работы педагогов. Мы очень рады, учителя, школьники, родители, то, что 1 сентября мы встретим учебный год в современной красивой школе. Сейчас подрядчик вносит последние штыки. Кабинеты оснащаются досками, партами и стульями. А школьная администрация работает над учебным планом. Ход ремонтных работ составил почти полгода. Во время него учебный процесс был организован в 8-й и 23-х школах. Именно поэтому они особенно рады тому, что новый учебный год проведут в родной десятке. В процессе капитальный ремонт мы получили новые помещения. Это у нас гардероб, то, чего у нас не было давно в школе. Это у нас зал хореографии, это у нас кабинет ЛФК. То есть таким образом мы создаем благоприятные условия для того, чтобы наши дети могли заниматься в хороших, комфортных условиях. 23-й год – год педагога и наставника. Это решение президента России показывает важность работы педагогов и их высокий статус в обществе. Незыблемую актуальность роли наставников и педагогов отмечает и глава Калмыкии Бато Хасиков. Именно поэтому помимо мероприятий запланированы не только капитальные ремонты школ, но и постройка новых. В этом году мы продолжаем капитальный ремонт школ. Это 24 школы, это не только город и листа нашей столицы, но это и практически каждый район республики. Если, допустим, где-то еще не делается, то, уверяю вас, то уже на следующий год обязательно несколько школок или основные ключевые школы в том или ином районе республики будут отремонтированы. Мы на базе микрорайона «Молодежный» начинаем строить школу. И 1 сентября 2024 года мы построим школу на 600 мест. Совсем скоро начнутся школьные будни, и школа откроет свои двери для ребят. Их ждут новые открытия. А республика сделает все, чтобы каждый ребенок Калмыкии получал знания в комфортных условиях. В связи со сбросом загрязненной воды с атомной электростанции «Фукусима» в океан Китай остановил импорт японских морепродуктов. Теперь суши, рестораны южных городов будут подавать блюда исключительно из местной рыбной продукции. С подробной информацией из города Гуанчжоу поделится наш корреспондент. «Хуанша» внесен во все путеводители по Гуанчжоу. Это один из крупнейших и самых известных рыбных рынков на юге Китая. Импорта из Японии тут немного. В день, когда вступил в силу запрет на него, руководство рынка проинспектировало торговые ряды и предостерегло продавцов от повышения цен. Перебоев с поставками нет, но спрос на фоне последних новостей вырос. «Я уже опасаюсь есть морепродукты в будущем. Нам придется подождать несколько лет, чтобы посмотреть, не мутирует ли рыба. Пришла сюда, чтобы наесться и накормить детей морепродуктами наперед. Пока это не опасно». Самыми прозорливыми в Гуанчжоу оказались рестораны японской кухни. Сеть «Дженки суши» стала известной в Японии в 90-х благодаря своей конвейерной ленте. Сейчас у нее сотни суши-баров по всему миру. В Китае они работают по франшизе. Менеджер по маркетингу «Дженки суши» в Гуанчжоу согласился на интервью только без записи видео. Говорит, что в их суши японских ингредиентов давно нет. «Мы отказались от японского импорта еще до того, как Япония объявила о своем плане в Марсе. К августу ни в одном из наших пар не было японских ингредиентов, ни только морепродуктов, но и мяса, и даже субцы. Красную рыбу для сашими сейчас везут в Гуанчжоу из Норвегии и обеих Америк. Оиск поставщиков по всему миру увеличивает затраты, но сеть суши-баров обещает не перекладывать их на клиентов. Другой вариант – поискать аквафермы в самом Китае. Они стали одними из немногих выгодоприобретателей сброса воды с фукусимы. Сразу после запрета на импорт морепродуктов из Японии акции крупных китайских рыбных хозяйств подскочили в цене. Многие любители суши, впрочем, относятся к ситуации философски, понимая, что их любимая еда уже никогда не будет прежней. Даже если вы избежите радиации, отказавшись от морепродуктов, вы не откородитесь от необонусов. В итоге, она повлияет на весь мир. Но нам все равно надо что-то есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова